Выездные заседания правительства стали уже традиционными. В этот раз Кабмин с Рио-Премьера Таймуразом Тускаевым отправились в Кировский район, обсудили темпы строительства строящихся на территории района объектов, а также затронули и особо острые темы для жителей. Это газификация и водоснабжение. Продолжит Алана Томаева. В Кировском районе стоит проблема водоснабжения нескольких населенных пунктов. Речь идет о Бальхотово, Змейской, Корджине и Комсомольской. Нужно реконструировать 70 километров водопроводных сетей. По всем населенным пунктам подготовили проектно-сметную документацию. Положительные заключения уже получили на три поселения. Экспертизу проходит Корджин. Еще одна острая проблема – газификация. В соответствии с поручением президента страны, нужно подвести газ до границ негазифицированных домовладений. «Необходимо газифицировать 92 домовладения. В селе Ильхотово – это два дома, и в селе Комсомольское – 90 домовладений. Мы практику будем, что будут выезжать на места представители ГРО. И в ближайшую среду это будут проводить селения Горной части Иравского района, селения Масута, и СНО «Хурзарин» – пригородный район, для того, чтобы домовладения, те, которого надо газифицировать, там на месте, принимали от них всю заявочную кампанию со всеми подобающими документами». Говорили об обращении с твердыми коммунальными отходами. Вывозом ТКО в районе занимается регоператор Эра. Таймур Астускаев отметил, уровень платежей по району крайне низкий. «По населению 15%, по юридическим лицам 6,8%. Вот при таких показателях очень сложно добиться качественной работы регионального оператора. Если сегодня это предприятие выполняет свои обязательства в полной мере, новая техника, но дальнейшая работа зависит от нашей совместной работы, работы самого регионального оператора по заключению договора, но и нашей работы по совместной деятельности в этом отношении. Поэтому вот на это прошу обратить особое внимание». Обсудили строящиеся на территории района объекты. Их в этом году два. Это дом культуры в селении Ставдурта. Работы на объекте выполнены на 35%, до конца года планируют завершать. Второй объект – это дом культуры в селении Иран. Там готовность объекта 20%, и срок сдачи также до конца года. На 2022-2023 года запланировано строительство и капремонт шести объектов. В прошлом году построили пять, но сдали не все. Таймур Астускаев поручил в кратчайшие сроки решить проблему. «То, что касается завершения мероприятий по пристройке в селении Коржин, это детский сад. Также вчера мы проговаривали, и до 1 сентября данный вопрос будет закрыт. То есть, если судебные решения, Минстрой соответствующие тяжбы с не совсем хорошим подрядчиком продолжит, но до 1 сентября, Константин Муратович, все мероприятия по детскому саду должны быть завершены». На заседании заслушали отчеты о проделанной работе и выполненных поручениях от Лагирского района. Таймур Астускаев поручил Кабмину подготовиться к следующему выездному заседанию. Оно состоится в Правбережном районе. Алана Тумаева, Хэт Агапоев, Новости Осетии.